Глубокоуважаемые Владимир Феорович, глубокоуважаемые коллеги, об актуальности данного доклада говорить не приходится. И если мы прослушали блестящий доклад, вводную лекцию Владимира Феоровича, патолог на своем языке донес нам крайне важную информацию о гетерогенности рака молочной железы. И Андрей Владимирович рассказал о современных возможностях диагностики рака молочной железы, распространенности рака молочной железы, то я, будучи химиотерапевтом, на своем языке буду говорить о современных возможностях лекарственной терапии рака, HER2-позитивного рака молочной железы. История лекарственного лечения рака молочной железы и в целом эволюция лекарственного лечения рака молочной железы насчитывает уже более 120 лет. И есть два препарата, за внедрение которых в клиническую практику можно действительно заслуженно дать Нобелевскую премию. Это, безусловно, препарат тамоксифен для лечения эстроген-позитивного рака молочной железы и препарат тростозумаб для HER2-позитивного рака молочной железы, которые изменили природу заболевания. И исследование Девода, опубликованного еще, по крайней мере, это одна из последних версий, 2010 год. Но здесь четко показано, что те пациенты, которые получают таргетную терапию тростозумабом и экстрацеллюлярная часть домена эффективно блокируется и подавляется за счет назначения тростозумаба, эти пациенты, эта желтая, соответственно, линия на графике, живут сдача больше, чем те пациенты, которую терапию, эта вот синяя, соответственно, линия, не получает таргетную терапию тростозумабом. И вот новое исследование, которое четко показывает, насколько изменилась природа заболевания. Данные за... Это опубликованные не так давно, в 2014 году, нашими итальянскими коллегами, а Умберто Веронези и Бонадонна – это, можно сказать, ведущие итальянские онкологи, внесшие колоссальный вклад в развитие лекарственной терапии, рака молочной железы. Мы можем говорить и об адювантной терапии, и не адювантной терапии. Когда возникла теория Фишера о системном лечении, и американские коллеги хотели бы воспользоваться возможностью внедрения в Соединенных Штатах Америки адювантной терапии, то это, конечно же, было воспрепятствовали, а, несмотря на это, Умберто Веронези и Бонадонна подхватили эту идею, и благодаря, в принципе, итальянцам мы сейчас имеем те возможности адювантного лечения наших пациентов, которые развились и в России, и благодаря, в том числе, Центру Владимира Фёдоровича. Но посмотрите на этот слайд, почему я так много говорила, и в том числе об итальянцах заслуга их колоссальна в развитии лекарственного лечения рака молочной железы. Но те пациенты, которые получают ростозумаб, у них, соответственно, выживаемость, если мы говорим об общей выживаемости, она, соответственно, приравнивается к выживаемости пациентов с люминальным раком, гормоночувствительным. И посмотрите, если мы говорим о трижды негативном раке, а у нас есть рубеж пятилетней выживаемости, то по-прежнему не существует таргетной терапии, которая могла бы изменить прогноз жизни больных трижды негативным раком молочной железы. А эти пациенты, к сожалению, молодые пациенты, несмотря на их высокую чувствительность к химиотерапии, крайне быстро рецидивируют, у них крайне часто наступает рецидив, прогрессирование, в том числе висцеральное и с метастазами в головном мозге. И в настоящий момент мы говорим о том новом, что появилось в нашей клинической практике. И когда к тростозумабу, эффективно блокирующие в мишине HER2-рецептора, благодаря антителозависимой цитотоксичности, добавили второй HER2-направленный препарат пертузумаб вместе с химиотерапией, то мы получили, безусловно, колоссальные результаты. Чем, в принципе, отличается пертузумаб, относительно теперь уже новый анти-HER2-таргетный препарат, то, что есть фиксированная доза, 840 мг в качестве нагрузочной дозы, и 420 мг в качестве поддерживающей. И когда этот ряд доводится пациентам, то, соответственно, мы видим, какой колоссальный эффект мы получаем. Во-первых, мы видим объективный ответ, а если мы добавляем эффект за счет стабилизации, то у 95% больных за счет двойной блокады HER2 мы контролируем процесс. А HER2-позитивный метастатический рак – это хроническое заболевание. И для наших пациентов крайне важно контроль над болезнью, эффективный контроль над болезнью, который выходит в конечном счете в увеличении общей выживаемости. Если мы говорим о выживаемости без прогрессирования, то добавление пертузумаба к тростозумабу, классической комбинации тростозумаба доцитокселом, выходит на увеличение более чем на полугода данного показателя. А если мы говорим об общей выживаемости, и для нас, для онкологов, существует критерий 5 лет, то для больных HER2-позитивным раком молочной железы, который без какого-либо лечения медианных составляет 6 месяцев, то благодаря эффективной блокаде тростозумабом, пертузумабом в комбинации с химиотерапией, эти пациенты переживают пятилетний рубеж. И мы говорим здесь о первой линии лечения рака молочной железы, HER2-позитивного. И мы всегда смотрим, конечно, когда видим графики, мы их читаем, видим, что кривые не пересекаются, понятно, что они статистически достоверны, но мы всегда смотрим на концы этих кривых. И посмотрите, часть больных, которые получали пертузумаб с тростозумабом, двойную комбинацию, они выходят на стадию плата. То есть, соответственно, есть пациенты, которые, возможно, благодаря этому лечению будут излечены от этой болезни. Токсичность данной комбинации в основном определялась добавлением доцитоксила, она всем нам хорошо известна. Это и, соответственно, снижение нейтрофилов и лейкоцитов, а также периферическая нейропатия. Тогда, когда мы отменяли пертузумаб этим, или мы отменяем пациентам этот пертузумаб, отменяем доцитоксил, кумулятивная токсичность для доцитоксила существует, то и, соответственно, снижается токсичность на фоне проводимого лечения. Еще один интересный факт, он уже теперь всем хорошо известен. Пациенты HER2-позитивным раком молочной железы каждые три месяца должны выполнять эхокардиографию с выполнением оценкой фракции выброса левого желудочка, поскольку рецепторы HER2 есть на кардиомиоцитах. Казалось бы, мы используем два препарата, направленных на HER2, соответственно, должна возрасти кардиотоксичность. Оказалось, нет, пертузумаб также вроде бы должен действовать на эти HER2-рецепторы на кардиомиоцитах. Тем не менее, мы наблюдаем даже протективный эффект защиты миокарда от воздействия тростозумаба. Такой интересный факт, но тем не менее, добавление пертузумаба к тростозумабу, наоборот, уменьшило проявление кардиотоксичности. Еще интересный факт, сейчас широко развивается наука геронтология, поскольку к тому, к чему мы стремимся, наши пациенты живут долго, они должны жить качественно. И оказалось, что добавление пертузумаба классической комбинации тростозумаба с дотокселом, никоим образом возрастные изменения не повлияли на метаболизм, а наоборот. У пациентов старше 65 лет показатели выживаемости без прогрессирования были выше, чем в обычной популяции больных. Да, видя пациента старшей возрастной группы, мы должны оценить в комплексе состояние этого пациента, но паспортные данные не всегда соответствуют биологическому возрасту пациентов. И здесь надо понимать, что пациенты старше 65 лет также могут получать двойную блокаду пертузумабом-тростозумабом в комбинации с цитостатиком и получать значимое увеличение продолжительности жизни больных. Еще одна ситуация непростая. 20 лет назад, когда я сидела на приеме у моего учителя Михаила Ильича Гершиновича, и мы видели пациентов с метастатическим поражением головного мозга, то максимум, что мы назначали пациентам, дексаметазон с целью купирования проявления отека, и назначался препарат ЦИНУ в капсулах. Что же мы имеем в настоящий момент? В настоящий момент метастатическое поражение головного мозга перестало быть фатальным для наших пациентов. Это те же самые изменения, отдаленные изменения, такие же, как висцеральные, и требующие того же самого подхода, об особенностях которых в своем докладе будет говорить Сергей Васильевич. Что еще хотел обратить внимание, опять-таки, в это исследование включались пациенты с латентными, клинически незначимыми метастазами, и оказалось, те пациенты, которые получали при наличии метастазов в головном мозге, опять-таки, у этих пациентов отмечалось увеличение общей выживаемости. С чем это связано? С тем, что само по себе появление метастаза в головном мозге, грубо говоря, нарушает гематенцифалический барьер, если таковой существует. Но считается, что предполагается, что он есть. И дополнительное воздействие лучевой терапии окончательно нарушает гематенцифалический барьер и позволяет проникать более эффективно препаратам. Нэнси Лин – это ведущий специалист в лечении метастатического поражения головного мозга. Работает она в Бостоне. Мне удалось пообщаться с ней в ПАДО и в прошлом году. Она четко сказала, что если метастазы в головном мозге сформировались, если мы говорим о раке молочной железы, то проведение лучевой терапии позволяет еще больше, грубо говоря, нарушить данный гематенцифалический барьер и назначать то лечение, которое полагается пациенту в зависимости от биологического потипа. Это подкреплено теми данными, которые мы в настоящий момент имеем. Сегодня же мы говорим о исследовании пертузумаба с тростузумабом, добавлением с дотатокселом. И важно в целом, если мы говорим для первой линии, мы получили колоссальную общую выживаемость, составляющую более 56 месяцев. Часть больных переживает пятилетний рубеж, это практически половина. И очень важно, что это все отражается и в качестве жизни. Владимир Федорович сегодня говорил, почему так важно, чтобы пациенты вначале получали самое эффективное лечение. Потому что первая линия наиболее эффективна, и мы задаем своего рода вектор. Мы боремся с так называемой первичной резистентностью ДНОВа. И чем дольше будет общая выживаемость в первой линии, тем, соответственно, у пациентов появляется к тому же возможность дожить до более эффективного нового лечения. И вот такой второй линии, самой оптимальной для лечения наших пациентов, является коньюгат антитела тростозумаба, который с помощью линкера, мостика, соединяется с цитостатиком. Цитостатик в 60-ти годах был выброшен из тестирования как химиотерапевтический агент в связи с высокой его эффективностью. Но что же происходит? То, что тростозумаб в данной химере, в данном коньюгате отыскивает нужный ХЕР-2 рецептор, с помощью механизма антителозависимости, токсичности дезактивирует этот рецептор, а затем лизосома с поверхности опухолевой клетки захватывает цитостатик, и высоко токсичное эффективное вещество действует адресно в опухолевой клетке при минимальной системной токсичности. И мы получаем, по сути, получили новый эффективный инструмент, это новое поколение иммуноконьюгатов для лечения больных. Если мы говорим и о ХЕР-2 позитивном раке молочной железы, такой же препарат мы получили для лечения, например, лимфомы Ходжкина. При СИД-30 и аналогичные механизмы мы имеем. Что я хотела бы сказать. Если мы сравниваем во второй линии возможности тростозумаба с амтанзином с классической комбинацией лопотениба с капицитабином, это исследование, опять-таки, с красивым женским названием Эмилия, то мы получили, прежде всего, также увеличение выживаемости без прогрессирования. И самое главное, что мы также добились увеличения общей выживаемости. Каждый раз пациент получает с новой линии возможность продлить жизнь. И продлить ее достаточно эффективно. И для препарата ТДМ, комбинации цитостатика с таргетным препаратом, в сравнении с лопотенибом, это малые молекулы в комбинации с капицитабином, мы видим увеличение на полгода продолжительности жизни больных. И это, опять-таки, все транслируется в увеличение и объективного ответа, и длительности ответа на терапию. Еще один важный критерий – это качество жизни. Потому что для пациента важно, как и для каждого сидящего в зале, как он ощущает в конкретный данный момент, и как это ощущение позволяет ему эффективно жить, питаться, гулять, любить членов своей семьи, работать. И все это и есть качество жизни. И вот в сравнении с ТДМ, капицитабин с лопотенибом проигрывал сравнение с ТДМ во времени ухудшения до симптомов болезни. И мы в настоящий момент имеем эффективные опросники, которые используют пациенты для оценки качества жизни. Они оценивают всю гамму состояния, и связанные с симптомами заболеваний, социальным благополучием пациента, эмоциональным благополучием, физическим благополучием. И, безусловно, выигрыш во всех этих показателях за атеростазумабом и танзином. И пациенты это подтверждали опросниками, которые заполняли на определенный промежуток времени, до начала болезни, на визитах, когда пациенты обращались к врачам, и в конце терапии. Соответственно, выигрыш терапии мы видим за пациентами, которые получали ТДМ. Все, что это эти синие столбики, это меньшая степень проявления тех или иных симптомов, которые характерны для препаратов. Капецитабин с лопотенибом – это великолепная комбинация, но мы знаем всю гамму токсических эффектов, которые характерны для капецитабина. Это диарея и плантарно-пальмарная дезостезия, ладонно-подошвенный синдром. И все это, конечно, не в плюс данной комбинации. А самый главный минус этой комбинации – то, что она не транслируется в увеличение общей выживаемости, выживаемости без прогрессирования. В самом начале я говорила о трижды негативном раке молочной железы. И, конечно же, мы привыкли, что хердопозитивный рак, больные хердопозитивным раком молочной железы характеризуются высокой частотой метастазирования в головном мозге. Это связано с биологической предрасположенностью больных. Так вот такой же биологической предрасположенностью к метастазированию в головной мозг характеризуются больные трижды негативным раком молочной железы. И если для хердопозитивного рака молочной железы продолжение таргетной терапии тростозумабом эффективное блокирование мишени ХЕР-2 является обязательным, мы добавляем лучевую терапию, позволяющую эффективно далее нарушить гематенцифалический барьер, эффективно контролировать локально проявление метастатического поражения, и это, обратите внимание, увеличивает общую выживаемость, то для больных трижды негативным раком молочной железы, к сожалению, пациенты, несмотря на все системное лечение, которое мы проводим, несмотря на проведение лучевой терапии, для них по-прежнему нет эффективных инструментов, которые позволили нам значимо увеличить медиану выживаемости, поэтому если и существует на настоящий момент эффективная опция лечения больных трижды негативным раком молочной железы, то это участие в клинических исследованиях, и безусловно, большая надежда возлагается на онкоиммунологические препараты, которые могли бы изменить природу болезней больных трижды негативным раком молочной железы. И опять-таки исследование, в анализе, которое опубликовано сидящими, в том числе и здесь, с авторами, было четко показано, что продолжение терапии тростозумабом, у больных, у которых выявляются метастазы в головном мозге, соответственно, отражаются на увеличении продолжительности жизни больных. С чем это связано? Это связано с тем, что, да, тростозумаб не проникает через гематоэнцефалический барьер, но, тем не менее, эффективно продолжаются контролироваться экстракраниальные метастазы, а добавление лучевой терапии к продолжающейся терапии тростозумабом, возможно, смена комбинаторного партнера, если прогрессирование происходит не только в головном мозге, но и в печени, и в легких, позволит эффективно увеличивать продолжительность жизни больных. Очень простое исследование, это одно из многих исследований, которое показывает, что если пациенту мы проведем только лучевую терапию, да, медианная выживаемость составит примерно 3 месяца. Если к лучевой терапии мы добавим химиотерапию, мы значимо увеличиваем медианную выживаемость. Мы еще даем пациенту шанс в продолжительности жизни. А в продолжении терапии тростозумабом больных хердопозитивным раком молочной железы с лучевой терапией значимо увеличивают медианную выживаемость. Это одно из многих исследований, которые четко показывают достаточно красивые графики, наглядно изображающую роль необходимости продолжения эффективной блокады мишени ХЕР-2, колоссальная роль лучевой терапии при метастатическом поражении головного мозга, ну и, соответственно, роль цитостатика. Если есть прогрессирование в экстракраниальных метастазах печени, мы меняем комбинаторный партнер. Если прогрессирования нет, то мы должны эффективно локально контролировать метастазы в головном мозге. И эффективность ТДМ, опять-таки, у сложных пациентов, те пациенты, у которых были метастазы в головном мозге, они включались в это исследование, потому что они хорошо контролировались, они были клинически незначимы. Опять-таки, терапия ТДМ показывает колоссальные результаты увеличения общей выживаемости. Есть много исследований, они маленькие, но тем не менее показывающие, что проведение ТДМ у пациентов, которые прогрессируют с метастазами в головном мозге, здесь мы получаем эффективный контроль. Еще одно исследование, пусть тоже небольшое, но опять-таки мы видим, что пациенты отвечают, метастазы в головном мозге на фоне проводимой терапии значимо уменьшаются, и мы контролируем эту болезнь. И важно, что все пациенты, 95% получали локальную терапию в анамнезе, то есть им проводилось либо облучение всего головного мозга, либо стереотоксическая лучевая терапия. И, значит, что еще хотелось бы сказать, что, ну, да, опять-таки, ретроспективное клиническое исследование, оценившее общую выживаемость и выживаемость без прогрессирования у пациента, которые получали ТДМ, видим, соответственно, значимую однолетнюю общую выживаемость, составляющую более 50%. В настоящий момент, что мы можем сказать о тростозумабе и мтанзине? Да, эффективное сочетание иммунокониугата в составе иммунокониугата тростозумаба с этоостатиком позволит, во-первых, позволяет пациентам и в будущем дожить до более эффективного лечения, при этом общее выживаемое достигает 31 месяца. Применение тростозумаба с имтанзином имеет лучший профиль безопасности по сравнению с доступной опцией капицитабина с лопатенибом, и качество жизни при лечении тростозумабом и мтанзином дольше остается на более высоком уровне, чем при терапии капицитабином и лопатенибом. Еще одно исследование. Мы когда имеем одно исследование, мы должны обязательно подкрепляться проведенными. Исследование Терезы, можно так его интерпретировать, опять-таки показало преимущество ТДМ по сравнению с терапией по выбору. Это отразилось в увеличении выживаемости без прогрессирования, в том числе и у пациентов рецептор позитивным раком молочной железы. И самое главное, мы имеем увеличение общей выживаемости по сравнению с терапией по выбору врача. И еще раз подчеркиваю ваше внимание, что самое эффективное лечение пациенты должны получать вначале, потому что до четвертой линии не доживает и половина больных. А если у нас будет возможность пациентам назначать лучшую во всех отношениях и качество жизни, и продолжительность жизни, мы будем возможность дать пациентам дожить до более эффективного современного лечения, и пациенты могут жить долго и качественно. Это подтверждается всеми существующими рекомендациями, в том числе и рекомендациями российского общества онкомомологов. И в настоящий момент мы имеем три оптимальные линии лечения хердопозитивного рака молочной железы. Оптимальное назначение в первой линии пертозумаба, тростозумаба и токсанов, а второй линии тростозумаба с амтанзином. И в третьих и последующих линиях мы можем менять комбинаторный партнер для тростозумаба, мы можем применять лопотениб с капитстабином, и использовать там в том числе и антрациклин, содержащий режимы, потому что на локусе хромосомы именно топоизомираза 2-альфа, фермент чувствительный из-за метаболизм к антрациклинам, располагается рядом с ХЕР-2. И что хотелось бы сказать, что основоположник отечественной онкологии, который в прошлом году исполнилось бы 140 лет, всегда отмечал, что больной – это всегда человеческая личность, со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не без личной случаи. И, глубоко уважаемые коллеги, обращая внимание, мы стараемся все новое внедрять в наши клинические практики, научные практики, поэтому большая просьба, те, кто не подключились к системе Wi-Fi, пожалуйста, перейдите в настройки, найдите там интернет-вод, подключитесь, откройте доступный для вас браузер, это может быть и Safari, и Google, наберите в кириллице голосуем.онлайн, и, соответственно, кто это сделал, надеюсь, что это сделали большинство сидящих в аудитории, мы сможем проголосовать, пожалуйста, запустите систему голосования. Мы еще не голосовали, пожалуйста, обратно вернитесь. Ну, хорошо, давайте заново запустим. А, хорошо, да, хорошо, тогда ладно, давайте запускаем. Это у нас мы тестируем, поэтому, пожалуйста, проголосуй. 14 декабря 2016 года Николаю Николаевичу Петрову исполнилось бы 140 лет. Те, кто сидел и слушал, знают, что, да, действительно, 14 декабря прошлого года Николаю Николаевичу Петрову исполнилось бы 140 лет. Большая просьба в сидящем зале все-таки максимально войти в браузер, набрать «Голосуем.онлайн» подключиться к голосованию. И мы продолжим, продолжаем. Пожалуйста, второй вопрос. В этом году научно-исследовательскому институту онкологии имени Николая Николаевича Петрова в марте месяца исполнилось бы... Есть три опции. 90 лет, 100 лет и 110. Пожалуйста, голосуйте. Спасибо. Да, вот для нас это тоже очень важно, что вот, ну, по сути, надо, конечно, по возможности подключаться к нам, потому что в зале, я вижу, сидит значительно больше людей, чем мы здесь голосуем. Голосует меньше половины, значит. Так. Значительно меньше половины, Вадим Федорович. Вы, как всегда, правы. Переходим к обсуждению клинического случая. Пожалуйста. В данном случае на прием обратилась пациентка 59 лет. Изначально метастатическая форма с отдаленными метастазами в печень. В молочной железе на границе верхних квадрантов было образование более 6 см, связанное интимно с подкожной клетчаткой. Левые подмышечные лимфатические узлы были увеличены. Больной был выполнен трепан-биопсия, был установлен неспецифицированный рак, иммуногистохимические гиперэкспрессии эпидермального фактора роста, соответственно, 3+, амплификация гена была подтверждена методом ФИШ. Рецепторы эстрогенов и прогестеронов были негативны, отсутствовали. По ЭКОК, соответственно, состояние больной было удовлетворительно. Фракция выброса левого желудочка составила 64%, в норме по Симпсону она составляет более 55%. По данным остеостантиграфии очагов накопления радиофармпрепарата выявлено не было. И по данным компьютерной томографии грудной и брюшной полости мы видим вот такие четкие очаги в печеночной ткани. Глубоковажаемые коллеги, мы переходим к следующему голосованию. Мы говорим об оптимальной терапии, которую бы мы назначили, учитывая имеющуюся доказательную базу. И большая просьба, вы видите у себя на экранах доступные опции, пожалуйста, проголосуйте. Мы имеем возможность назначения блокады HER2 только тростозумабом. Мы имеем возможность комбинации тростозумаба с пертузумабом, где пациенты переживают пятилетний рубеж более чем половина. И, соответственно, две другие опции последние, это третья и четвертая, которые характерны как терапия уже в более продвинутых стадиях при продолжении, при прогрессировании болезни. Уже есть результаты. Но тут, видите, зал продолжает голосовать. Как раз соответствует программе Клеопатра. Сочетание тростозумаба, пертузумаба и токсанов. Ну вот большинство, более половины аудитории проголосовало за оптимальную опцию двойной блокады тростозумаба с пертузумабом и токсаном. Благодарю за голосование. Дальше продолжаем. И что мы получили? Больной посчастливилось быть включенной в исследование Клеопатра. Она получала 15 курсов комбинации доцитоксела вместе с двойной блокадой. И дальше отменили доцитоксела. Она стала продолжать тростозумаб, спиртузумаб до 67 циклов. В результате был достигнут полный регресс в печеночной ткани. Сохранялось небольшие изменения в молочной железе. И, соответственно, возник вопрос. Так. Вот в печени печеночной ткани полный регресс. Остается молочная железа, в которой когда-то была опухоль более 5 см с метастазами в лимфатических узлах, детекция которых, которые сейчас не обнаружены по данным обследования. И возникает вопрос, на ответ который в своей презентации, конечно, нам даст Петр Владимирович Кривородько. Но вот опция в данной ситуации, мы говорим о контроле над первичным очагом. Как бы мы поступили в данной ситуации, как бы вы поступили, сидящие в зале, пациентка бы наблюдалась, либо ей бы было выполнено хирургическое лечение. Пожалуйста, запускаем голосование. Так. Голосует. Вот. Мы задали 20 секунд, поэтому сейчас немножко еще терпения проголосуют все сидящие. По крайней мере, те, кто подключились к интернету и вышли на канал голосуем.онлайн. И очень, и наиболее оптимальная опция это в данном случае локальный контроль. Почему нам ответит на этот вопрос Петр Владимирович? Все. Да, и мы продолжаем сейчас буквально еще секундочку. Ну, так. И настоящий момент для этой пациентки, если у нее эффект сохраняется, то есть, представьте, с помощью первой линии достигнут полный регресс изменений в молочной железе и печеночной ткани. И уже мы получили 7,5 лет полного контроля над болезнью, и у больной отсутствует как метастазы в печеночной ткани, так и явление рецидива в области послеоперационного рубца. Возможные опции, не касаемые этой пациентки, а в целом, для второй линии это тростозумаб сомтанзином, и в третьей линии возможная блокада эффективная HR2 со сменой комбинаторного партнера. Я благодарю всех за внимание и также присоединяюсь к приглашению об участии на третьем международном форуме «Белые ночи», который в этом году будет посвящен 90-летию нашего института, и благодарю за внимание всех сидящих в зале. Спасибо. Спасибо.